Больше половины бетонных плит с дамбы у озера в районе деревни Чурилково и села Старолетово уже вырвано. Видно, что на месте поработали грейдером, а еще здесь опилили деревья. Местные жители бьют тревогу. Не происходит ли хищение плит? Вчера, приехав сюда так же отдохнуть просто-напросто, я наблюдал такую картину, как разбирали дамбу, а точнее снимали с нее плиты. Камаз и кран. Но перед этим всем, вот вы, наверное, увидите, сзади меня дорога, ее расчистили перед этим, скорее всего, грейдером и поспиливали все ветки и деревья. Такая ситуация на этом озере происходит уже не первый год. И в прошлом, и в позапрошлом году отсюда уже вывозили плиты, но не в таком количестве. Ну вот на протяжении уже нескольких лет плиты, здесь которые были предназначены для того, чтобы плотина не размывалась, начали увозить. Обращался я как глава администрации в полицию, но так как мы не являемся собственниками этого водохранилища, сказали, что обращаться должны собственники. Собственниками является Министерство мелиорации Рязанской области. Местные жители уже обратились в полицию, однако пока собственник не заявит о нарушениях, дело вряд ли заведут, несмотря на старания граждан. Кроме того, рыбаки волнуются, кто будет убирать спиленные деревья, которые после себя оставили рабочие. Все это дело побросали вот к берегу. Просто-напросто со временем, я так думаю, это никто не уберет за собой, это все так и останется. Нам же местным людям, которые здесь, вот с Рыбновского района, которые частенько сюда многие приезжают, уже просто даже нормально не приехать, не порыбачить. По крайней мере, хотя бы найти, кто это сделал, чтобы хотя бы убрали за собой. Если это какая-то организация, у них есть средства на уборку. Тот же самый кран, бульдозер, экскаватор и пару камазов. Это все можно отсюда вывезти и убрать. Но пока плиты все еще продолжают вывозить. Надо сказать, наша съемочная группа уже не первый раз приезжает на озеро в районе деревни Чурилково и села Старолетово. В прошлом году водоем начал стремительно терять уровень воды. И к нам обратились местные жители. Ситуация сложилась так. В том году здесь у нас кто занимается сбором металлома, сорвали задвижку за плотиной. И озеро стало резко уходить. Обращался я в министерство мелиорации, письмо писал. Приезжали специалисты, смотрели, но помочь особо ничем не могли. Поэтому мы здесь своими силами, Рыбновский район, глава администрации занимался этим вопросом вплотную. Рыбаки были благодарны. Местные жители говорят, если озеро не нужно собственнику, то оно нужно людям. По их мнению, не будет ли рациональнее передать его, например, районной администрации, чтобы местные власти за ним следили и контролировали. Что касается пропавших плит, мы ждем комментарий от собственника озера, чтобы узнать, санкционированные ли действия проводились здесь или нет. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».